Знаете, в чем отличие между автостопом и топ-гиром? Ну, топ-гир в два раза старше автостопа. Естественно, они уже присытились, и естественно, они могут истебаться и говорить правду. В принципе, я с ними согласен. Те автомобили, которые сейчас выпускаются, в 90% случаев, это полный отстой. Пластмасса, тонкий металл. А что вы так на меня смотрите? Да, естественно, я говорил о автомобилях только полезные вещи и вам необходимые. Потому что, ну, а как по-другому? Мне же это деньги платят. Вот. Все, что делалось качественно, делалось, извините, до 98-го года. Точнее, до 95-го. Теперь, ну как? Вот теперь думайте. То, что производится в России. В России производится отстой вдвойне, блин. Потому что хороших машин для сегмента низкобюджетного рынка экономики его не существует. Нельзя машину купить дешевле 35 тысяч долларов. Хорошую машину. А для России эту цифру нажать смело на два. Но, тем не менее, в городе Магнитоворске представлена оригинальная техника. Качественная, настоящая, японская. Или даже если это не Япония, то можно купить себе. А что не испортилось с того момента? Не испортились мотоциклы, снегоходы, лодки, квадроциклы. И не испортился автоград, который имеет свое подразделение мототехники. Это салон Ямаха на улице Московской, 50-ке. Хотим мы этого или нет, но упущенное нам еще наверстывать и наверстывать. Так как с момента изобретения двигателя внутреннего сгорания, он, двигатель этот, плотно вошел в каждый западный дом. В виде не только автомобилей, но в большей степени в виде мотоциклов, скутеров, газонокосилок, генераторов, насосов и прочей полезной мелочи. Так что, по справедливому пересчету, количество движков на душу населения. Россия – это Мозамбик, хотя не факт. В Мозамбике и Сомали количество халявно произрастающих фруктов и овощей больше. А в Афганистане счастье больше, если вести счет на дурь траву. Так что, учитывая наши пробки, на одну машину нужно два скутера. И лучшие честных фирменных, учитывая налог на владельца водного транспортного средства, резиновая и незарегистрированная лодка с движком. И Атакуль. Квадроцикл – это не кич, а реальный трактор для перевозки утварей на тележке и езды за грибами-ягодами. А вот это настоящая мечта того, кто живет на Южном Урале. Кстати, любого человека – мечта. На которой можно, кстати, и водный мотоцикл обогнать. Ну, смотря какой, естественно. Ну, все. Радость уже читается на глазах, потому что мягкий подстил. Алюминиевый пол. Двойной брызгоотбойник. Это серьезная техника. С 30 лошадками. То есть решать проблему можно классные. И, кстати, давно мечтал, и, наверное, прокачусь когда-нибудь. До Каспия. По Уралу. На водномотоцикле не везде сможем проехать. Вот Магнитогорская, естественно. А на Ямаране и трое в лодке, и четверо в лодке. И даже две собаки. Это легко. Что особо радует, так это то, что даже не имея значительного конкурента на территории города, в салоне Ямаха цены не вызывают шока. Ассортимент техники, как говорится, на любой вкус. И при этом вполне очевидно, что дешевую подделку под фирму здесь не найти. Кстати, честно и положа руку на сердце, Ямаха в большей степени, чем остальные, выигрывает в соотношении мощность-надежность и долговечность. Я достаточно давно прилип душой к двум квадрикам. Гризли и Рептор. И ностальгия с привкусом восторга от открытия новых возможностей. И это подарок вам и от меня, и от салона Ямаха. Ребятки, вещь есть такая в нашей жизни, которую сейчас можно купить. Где купить? Естественно, в салоне Ямаха. Что за вещь? А вещь-то квадроцикл. Тема актуальна, знаете почему? Потому что на снегоход хорошо, да? А на снег у нас, извините, только три месяца. Январь, февраль, март. Дальше тает. Дальше что покупаем? Дальше покупаем квадроциклы. А вот на квадроциклах, пожалуйста, круглый год. И по сугробам полазить, по дорогам общего пользования, я, конечно, не рекомендую вам ездить. Ну, а так, поразвлекаться, почему бы и нет. Вот, выбрали мы специально технику от Ямахи. Вот, естественно, от официального дилера. Естественно, от Автограда. От кого еще? Вот, техника мне просто радует. Знаете, почему? Потому что 700 кубиков. Мне сказали, когда я поинтересовался, сколько лошадиных сил, они сказали, ну, тема неактуальная. Потому что достаточно, вопросов нет. Вот, чем отличается новый Гризли от того, который в свое время перевернул Максим Смирнов? О, ну, во-первых, он стал более устойчив. Во-вторых, появились некоторые такие дивные опции, которых ранее-то я и не видел. Вот. То есть, во-первых, здесь можно отключить полностью полный привод. И покататься на заднем. При этом, знаете, это вот рэптор, хороший такой дивный рэптор отдыхает, естественно. Вот, буксуем, развлекаемся. Вот. А, ну, если уж надо совсем поконкретней покататься, естественно, две магические кнопочки. Баллокировка дифференциала. Вот. И, естественно, полный привод. Все. Насколько актуальна покупка такого агрегата? Да на все 100%. Потому что, если вы для себя его берете, ну, вопросов нет, будете ездить практически всю жизнь и балдеть. Вот. Кстати, не такую технику можно и купить, и организовать, ну, грамотный прокат. То есть, естественно, их можно застраховать. Получить, кстати, застраховать по каске, потому что все-таки этот агрегат попадает под категорию тракторов. И все, зарабатывайте деньги. Вот. Вместе с нашей ненаглядной Ямахой. Продолжение следует...